добрый день вы на канале хобби мк и сегодня я хочу предложить вам связать поняшу удобного игрового размера описание я взяла из японского журнала она классическая очень похожа на другие игрушки амигуруми но сама поняша очень миленькая и веселая она может сидеть лежать стоять благодаря веревочному креплению лапок и так начинаем вязать с головы набрасываем на пальцы кольцо амигуруми фиксируем колечко воздушной петелькой и внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида вяжем по спирали без соблюдения рядов стягиваем колечко так чтобы не оставалось отверстие второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд прибавка это когда в один столбик предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика без накида в конце второго ряда у нас по кругу должно получиться 12 столбиков я сразу же ввязываю хвостик третий ряд провязываем по схеме столбик без накида прибавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце третьего ряда у нас по кругу должно получиться 18 столбиков четвертый ряд провязываем по схеме два столбика без накида прибавка повторяем эту комбинацию 6 раз всего в конце четвертого ряда у нас по кругу получится 24 столбика Пятый ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце пятого ряда у нас по кругу должно получиться 30 столбиков. С шестого по десятый ряд включительно провязываем без прибавок и убавок по 30 столбиков по кругу. Провязан десятый ряд и сейчас будет удобно вставить глазки тем, кто будет вставлять глазки на штифтике на безопасном креплении. Итак, начало ряда я оставляю сзади и отсчитываю вперед 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь между шестым и седьмым рядом я буду вставлять глазки. Нахожу точку между столбиками, немножечко ее расширяю для удобства и вставляю в это отверстие первый глазик. Фиксирую глазик ограничителем. Теперь отсчитываю в сторону 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот в это отверстие я вставляю второй глазик. Так как ниточка тонкая и вяжу я ее крючком номер один, то я взяла самые маленькие глазки по 6 миллиметров в диаметре. Если у вас ниточка будет толще, то вполне вероятно вам понадобится, он тут небольшой брак, то вам могут понадобиться глазки большего диаметра. Это нужно примерять и смотреть, как будет красивее. Глазки мы вставили. Теперь можно продолжать вязание. Провязываем по схеме. 3 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце 11 ряда у нас по кругу должно остаться 24 столбика. Сейчас я вам покажу, как я делаю невидимые убавки. 1, 2, 3. И дальше идет убавка за передние стенки петель. Подхватываем на крючок переднюю стенку первой петли по ходу вязания. Передняя стенка второй петли по ходу вязания. Провязываем сначала передние стенки и 2 петли с крючка. Вот так выглядит убавочный столбик. Его практически не видно в вязании. Продолжаем чередовать 3 столбика без накида, убавку, до конца ряда. 12 ряд провязываем по схеме. 2 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце 12 ряда по кругу останется 18 столбиков. 13 ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, убавка. Всего повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце 13 ряда у нас по кругу должно остаться 12 столбиков. 14 ряд провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков по кругу. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Обрезаем ниточку, оставив хвостик достаточный для пришивания. Голова пони готова. Теперь берем белую пряжу для мордочки. Пряжа должна соответствовать по толщине пряжи основного цвета. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстие. Второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд. В конце второго ряда у нас по кругу должно получиться 12 столбиков. Третий ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце третьего ряда у нас по кругу должно получиться 18 столбиков. С четвертого по седьмой ряд включительно провязываем без прибавок и убавок по 18 столбиков по кругу. Провязан седьмой ряд. Завершаем вязание соединительной петелькой, чтобы загладить окончание ряда. И обрезаем ниточку, оставив хвостик, достаточный для пришивания мордочки к голове. Следующим будем вязать туловище. Туловище будем вязать из розовой пряжи. Я набрасываю на пальцы кольцо омигуруми. Фиксирую колечко воздушной петелькой. И внутри кольца провязываю 6 столбиков без накида. Стягиваю колечко так, чтобы не оставалось отверстие. Второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд. В конце второго ряда у нас по кругу получается 12 столбиков. Третий ряд провязываем по схеме столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце третьего ряда у нас по кругу должно получиться 18 столбиков. С четвертого по одиннадцатый ряд включительно мы провязываем без прибавок и убавок по 18 столбиков по кругу. Провязан одиннадцатый ряд. Двенадцатый ряд провязываем по схеме столбик без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце двенадцатого ряда у нас по кругу должно остаться 12 столбиков. Сейчас самое время набить игрушку синтепухом. Набиваем достаточно плотненько, чтобы тело имело возможность удерживать голову. И ножки также крепились достаточно уверенно. Тринадцатый ряд представляет собой 6 убавок подряд. Здесь нужно вязать аккуратно, чтобы наполнитель не попадал в вязку. У нас по кругу осталось 6 столбиков. Обрезаем ниточку и закрываем петельки через переднюю стенку петли при помощи крючка и хвостика. Я сразу не затягиваю, чтобы мне было виднее, куда дальше вставлять мой крючок. Затягиваем и прячем хвостик при помощи цыганской иглы внутрь игрушки. Ножки начинаем вязать белой пряжей. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой и внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстие. И завершаем первый ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Прокладываем хвостик вдоль вязания, поднимаемся на второй ряд воздушной петелькой. Второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд. Завершаем второй ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Поднимаемся на третий ряд воздушной петелькой. Третий ряд провязываем без прибавок и убавок, то есть 12 столбиков по кругу, но только за заднюю стенку петли. Завершаем третий ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Я вытягиваю небольшой хвостик и обрезаю нить. У нас получилось вот такое вот копытце. Дальше присоединяю, отступив пару столбиков от начала вязания вправо, розовую ниточку. Из этой же петельки вытягиваю первую петлю и делаю воздушную петлю на подъем. В этот же столбик провязываю первый столбик без накида. Вяжем четвертый ряд без прибавок и убавок 12 столбиков по кругу. Сразу ввязываем хвостик. Завершаем четвертый ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Дальше ножку мы вяжем без петель подъема и соединительных столбиков. То есть с пятого по девятый ряд вяжем без прибавок и убавок по 12 столбиков по кругу. Провязан девятый ряд. Набиваем ножку синтепоном. Также поплотнее. При этом нужно не допустить растяжения полотна, чтобы набивка не начала просвечиваться. Я чуть-чуть потом доложу. А пока вяжем десятый ряд, который представляет собой 6 убавок подряд. В конце десятого ряда по кругу должно остаться 6 столбиков. Обрезаю ниточку, оставив кончик для пришивания. И здесь в оставшуюся маленькую дырочку я немножко заполняю синтепон. Закрываем отверстие так же, как мы это делали на теле. Стягиваем отверстие. Получается вот такая ножка. Вяжем еще три такие же ножки. Дальше приступаем к вывязыванию ушка. Ушки вяжем розовой пряжей. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. И внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстие. Второй ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида, прибавка. И еще раз 2 столбика без накида, прибавка. В конце второго ряда по кругу должно получиться 8 столбиков. Третий ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида, прибавка. И еще раз 3 столбика без накида, прибавка. В конце третьего ряда по кругу должно получиться 10 столбиков. Четвертый ряд провязываем по схеме 4 столбика без накида, прибавка. И повторяем еще раз 4 столбика без накида, прибавка. В конце четвертого ряда у нас по кругу должно получиться 12 столбиков. пятый ряд провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков по кругу завершаем ряд соединительной петелькой обрезаем ниточку оставив кончик для пришивания ушко мы будем складывать вот так пополам и пришивать голове вяжем второе такое же ушко у меня связаны все детали и сейчас нам нужно начать сшивать игрушку набиваем голову синтепоном также достаточно плотно следите за размещением штифтиков от глаза чтобы глазки у нас не выворачивались но старайтесь не допускать растяжение полотна теперь берем тело и вот таким образом смотрим где вам удобнее какая сторона у вас красивее с этой стороны или с этой пришиваем голову потайными стежками голова пришита теперь пришиваем мордочку размещаем мордочку вот так между двумя глазками и точкой завершения ряда вниз пришиваем точно также потайными стежками и не забудьте наполнить мордочку синтепоном следите за симметрией глазок вот что у меня пока получилось так сейчас начнем пришивать лапки лапки у меня будут крепиться нитяным креплением и благодаря этому они будут подвижны вот я выбираю две точки симметричные к телу и прошиваю первую лапку подбираю максимально похожую вторую и стараясь попасть в те же самые отверстия в обратном направлении протягиваю вторую лапку теперь прихватываю пару столбиков на предыдущей лапе возвращаю ниточку ту же сторону раз хорошенечко подтягиваю если у вас пряжа очень нежная и рвется то крепить лапки нужно не пряжей а именно суровой нитью у меня пряжа достаточно крепкая поэтому я использую ее так передние лапки мы закрепили и у меня осталось два длинных хвостика я максимально ближе к узелку ввожу цыганскую иголку и при помощи цыганской иглы вывожу кончики ниток к хвостику аналогичным образом пришиваем задние лапы так зверек хорошо стоит теперь пришиваем ушки начиная от второго круга и к глазику чуть-чуть буковкой с стежки делаем через оба слоя уха в голове вот как сейчас выглядит мой зверек и нам еще нужно сделать хвост и гриву это самое красивое что есть в этом пони для этого измеряем лошадку где-то чуть больше моей ладони поэтому я на ладонь набрасываю 20 витков белой пряжи и так у меня 20 витков и если я сейчас обрежу эти хвостики у меня получится 40 кончиков вот так и мне сейчас нужно эти 40 кончиков аккуратненько нанизать здесь в основании хвоста я возьму крючочек потолще чтобы не было удобнее подхватывать дети любят разноцветные хвостики можно экспериментировать можно добавить к белым несколько розовых прядей можно сделать контраст голубые золотистые какие угодно лишь бы хвостик был пушистым и сейчас когда у меня все нанизано нам в хвостику нужно придать форму я беру дополнительную например розовую пряжу обматываю вокруг хвостика направляя его вверх дальше делаю узелок под хвостом опускаю хвостик вниз придаю ему форму и мне больше нравится когда хвостик не просто лохматый а чуть-чуть как бы причесанный я его несколько раз очень широко легонечко опоясываю розовой пряжей и внизу делаю узелок есть такой мультик my little pony там есть пони apple джек у нее очень красивый хвостик который в принципе натолкнул меня на эту идею теперь аккуратненько подравниваем кончики аналогично делаем челку точно также набрасываем на пальцы 20 витков 20 и сюда же я добавляю еще несколько розовых прядок я сделала 10 витков розовой пряжей обратите внимание здесь я перевязываю не посерединке а как бы оставляет челочку при помощи цыганской иглы привязываем эту челку голове между ушками теперь челочку подрезаем так чтобы у нас виднелись глазки остальную прическу выкладываем бог ее можно слегка связать широкой косой тогда будут хорошо видны прядки и если вы сделали косичку то не забудьте легонечко перевязать у основания косичку чтобы она дальше не распускалась обрезаем кончики подравниваем чтобы все смотрелось аккуратно и это еще не все наша лошадка еще не окончена ей еще нужно вышить носик и ротик для этого я беру черную пряжу ротик можно сделать открытым как в моем случае можно сделать одной полосочкой закрытый ротик вот такие две смешные поняшки у меня получились размер у них очень удобный игровой они прекрасно помещаются во всех кукольных домиках лошадки могут лежать раскинув лапки вот так могут сидеть выставив передние лапки вперед и чуть-чуть запрокинув голову могут стоять то есть они прекрасно приспособлены для игры если вам понравился этот мастер-класс не забудьте поставить лайк и проверить оформлены ли у вас подписка на мой канал всем большое спасибо за внимание до свидания спасибо за субтитры сделал DimaTorzok